Честное мнение. Есть у каждого. Михаил, добрый вечер. Спасибо, что нашли время для этого небольшого интервью. Расскажите, пожалуйста, о том автопробеге в поддержку российских военных, который не случился во Франкфурте на Майне. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо, что пригласили. И сразу небольших две корректировочки. Пробег таки на самом деле не случился. Был запланирован во Франкфурте после того, как был огромный страшный пробег в Берлине, в котором участвовало 750 машин. На многие часы было заблокировано движение в Берлине. И вот эта картинка с российскими флагами, с георгическими лентами. Всем, кто против войны, кто уже шестую неделю фактически живет в состоянии войны, независимо от места проживания, очень долго была в голове, очень сильно затронула. А второй пробег был не провоенный, официально не был заявлен как поддержка военной операции, либо напрямую войны. – А как его заявляли? – Но он был так упакован… – Как его заявляли? – Он был упакован как демонстрация против притеснения русскоговорящих жителей в Германии и против геноцида над русскими. Мы сразу же обратили на это внимание и создали довольно большую коалицию во Франкфурте из всех политических партий, демократических партий. К нам не подключились крайне левые партии и мы не пригласили крайне правые партии сюда. И вот такая большая коалиция смогла буквально за три дня добиться от городских властей, чтобы решение было предусмотрено. Но мы понимали, что мы живем уже в демократическом обществе, где работают законы, и самое главное, каждому человеку предоставлено право на выражение своего мнения, поэтому решение должно было лежать в правовом поле. И вместе с запретом этого автопробега было предложено их организаторам демонстрации, встретиться вместе, высказаться и, как они просили, пройти к центральному кладбищу, где находится могила советских солдат, погибших во Второй мировой войне. Хотя тут у меня лично очень большой вопрос, почему именно эта группа считает, что похороненные во Франкфурте советские солдаты как-то должны их олицетворять, представлять. Там точно так же похоронены и евреи, и украинские солдаты. Очень странно, почему именно эта группа считает, что это их место памяти. И эта демонстрация состоялась под большим скоплением полиции, под присмотром полиции. Была параллельная демонстрация украинская, которая была очень громкая, пыталась как-то поменьшать этой демонстрации. И тут очень спорный вопрос. Мы, как коалиция, которая, даже можно так пафосно сказать, защищала Франкфурт от тех, кто поддерживает войну, мы призывали не устраивать демонстрации протеста. Были две большие украинские акции во Франкфурте, куда мы всех предлагали. На одной было очень эмоционально. Выступали люди, которые выжили в Каматовске, выжили в Мариуполе. А на другой выступали наши франкфуртские и европейские политики. Но мы просили не приходить к российской акции. Это не российская акция, снова себя сам поправлю. К акции, которая была под российскими флагами, чтобы не давать им медиапространство. Но, конечно, это все очень эмоционально. Многие пришли, и было очень громко, шумно, неприятно. Михаил, смотрите, наверняка скептики, глядя наше интервью, скажут, а как это хваленая Европа, там же свобода слова. Почему одним можно, а другим нельзя? Как вы проконтируете это? Тут мы имеем, наверное, две стороны той самой медали. Всем можно. Пока свое личное мнение изъявляется в правовом поле, можно всем и все. Но, как только хоть даже чуть-чуть переходит закон, то накладываются государством очень сильные ограничения. И как раз под этим законом или под использованием этих правил был проведен разговор с организаторами автопробега. Им была разъяснена правовая ситуация, и была достигнута совместная договоренность о том, чтобы заменить автопробег вот этим митингом. Кроме того, было изменено название акции. Если раньше это было только против дискриминации русскоговорящих в Германии, название акции добавилось, а также за мир и против войны. Вот это против войны было для нас очень-очень важно, потому что, так как теперь акция была за мир и против войны, а не только за так называемую дискриминацию русскоязычных в Германии, то, соответственно, были городом наложены соответствующие ограничения. Например, было запрещено использовать георговскую ленту как символ агрессии. Запрещены были цед и ви буквы как символ вторжения в Украину. Было запрещено оскорблять украинский народ, украинское правительство. Были запрещены даже советские флаги, включая флаги непризнанных республик, как флаги агрессии. Даже были такие моменты, когда полиция обращала внимание на белорусский флаг, который, к сожалению, там присутствовал. Тот, который мы не считаем флагом, но все еще является... Красно-зеленый. Именно Красно-зеленый, той страны, которую держит в своих синих пальцах господин Лукашенко, бывший президент, то этот флаг был, к сожалению, разрешен, потому что он является официальным флагом. Но вот советский красный флаг был в том числе запрещен на этой демонстрации как символика, не подходящая под те законы, в рамках которых проходила акция. Михаил, а какую роль сыграли белорусские и российские диаспоры, и представители этих диаспор, которые все-таки выступают за мир, за остановку этой войны? Для нас было очень важно, чтобы такая акция во Франкфурте не произошла. Для нас, наверное, даже вдвойне. Потому что жители Франкфурта были не только... Были очень сильно возмущены, что в их городе такое будет происходить. Для нас это была двойная боль, потому что мы видим, как с нашей белорусской земли идут войска в Украину. Для российской демократической диаспоры это тоже очень тяжело, видя, каких армия вторгается в Украину. Мы сейчас тоже говорим на русском языке, это мой родной язык, я думаю на русском языке. И чувствую, что на этом языке отдаются приказы уничтожать мирных жителей, стрелять в мирные районы, в спальные районы. И эти приказы отдаются на моем родном языке. Эта армия стартует с моей родины. И теперь круг фактически замкнулся. Этот автопробег планировался на земле в городе, который фактически стал второй родиной. осознанной родиной, в которой мы живем уже 10, 15, 20, 25 лет. И это было бы для нас очень тяжело. И мы должны были показать всем франкфуртским жителям, всему демократическому движению, которое нас очень поддерживает, то, что мы против, и то, что Лукашенко – это не весь белорусский народ, а Путин – это не все русские. Чтобы не можно было разделять тех, кто устроил эту страшную войну и ее продвигает, тех, кто ее поддерживает, и все остальное гражданское общество. И, к сожалению, после страшных картин, которых мы видели последнюю неделю, когда стало известно о злодеяниях российской армии под Киевом и обстреле беженцев на вокзале, который случился в прошлую пятницу, риторика становится еще более жесткая. Я уже убежден, что каждый, кто относится к этой группе, кто родился и вырос либо в России, либо в Беларуси, живет давно за границей, уже не только должен помогать, помогать беженцам, помогать материально, он не должен молчать. Мы должны быть активны. Каждый, кто сейчас не выступит активно против войны, каждый, кто не покажет разграничения между теми, кто ведет эту войну, и теми, кто против, в моих глазах становится соучастником. Никто не должен молчать, все должны быть активными. Это тот самый момент, когда гражданская позиция не пустые слова, а должна становиться частью жизни. Ну и напоследок, кажется ли вам, что остальные страны подхватят вот этот пример Франкфурта на майне и ваш пример, вашей коллекции, и будут таким образом препятствовать проведению подобных автопробегов и в других европейских странах? В вашем ответе уже был спрятан, в вашем вопросе уже был спрятан ответ, потому что вы сказали коалиция. Вот это основной ответ. Уже спрашивали некоторые российские диаспоры в Германии, как можно такому противостоять, и ответ именно коалиции. Собираться вместе, работать вместе с политическими партиями, с общественными организациями, только вместе с широким фронтом можно противостоять небольшой части русскоязычного населения, которые, к сожалению, повторю несколько раз, либо пали жертвами такой профессиональной массивной пропаганды, либо просто живут еще мысленно там, в Старом Советском Союзе. Только вместе, только широкой коалиции можно противостоять, и не только в других странах, а и в других немецких городах. Мы надеемся, что такие автопробеги не будут больше происходить на земле немецкой. Спасибо огромное. С нами на связи был координатор проекта Народное посольство Михаил Рубин. Спасибо, Михаил. Спасибо. Честное мнение. Субтитры создавал DimaTorzok